На часах 12.07 и это действительно программа «Особое мнение». Вот видите, наша студия открыта абсолютно для всех. Только что в программе «Дневной разворот» у нас был православный батюшка, а прямо сейчас напротив меня находится Сергей Мамаев, лидер кировских коммунистов, первый секретарь Кировского обкома Коммунистической партии Российской Федерации, руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании. Добрый день, Сергей Павлович. У вас есть портрет, фотография с подписью Путина? Хочется спросить. Нет. Смотри новости последние. Нет у вас таких. Нет, нет. Просто одному из кировских школьников накануне вручили портрет Путина. С его автографом перед днем рождения нашего президента мальчик написал, что хочет получить подарок и поздравляет главу государства. И вот накануне подарок этот пришел в приемный президента в нашем городе. Мальчику вручили этот подарок. Он сказал, что с 7 лет является поклонником Владимира Владимировича. Ничего не удивляет вас здесь вполне нормальная история? Нет, это нормально вполне история. Дело в том, что много я и по телевизору видел, по-моему, тоже с Кировской области, когда девушка обратилась, чтобы, в общем-то, подарок сделал Владимир Владимирович. Из Налинска. Да, да, да. Тогда автограф поставил в паспорте этой девушки. Поэтому это меня не удивляет. Почему? Потому что это нормальное, естественное явление сегодня людей, которые, в общем-то, небезразличны сегодня к власти, к жизни и так далее. Поэтому следят за деятельностью, следят за тем, что происходит. И, как говорится, это нормальное явление. Нормально, в общем-то. Знаете о том, что сегодня фильм «Матильда» выходит? На широкие экраны. Я с таких простых вопросов начинаю. Будем говорить потом о серьезных вещах. Фильм «Матильда» выходит, и сегодня было ведь ЧП. Вы читали, не читали? «Колизей» и «Киномакс» у нас будут показывать эту картину Алексея Учителя. И сегодня были разбиты стекла в «Колизее». То есть вот такой акт. Как оцениваете происходящее вообще вокруг этой картины? Достаточно много людей появилось с учетом электронных средств массовой информации. Я имею в виду интернета. Люди не всегда, так сказать, здоровые. В общем-то, начитается определенная информация и делает выводы вот таким. И принимает такие действия, которые вы сейчас озвучили. Я считаю, это сегодня выражение людей к не согласию, к не той политике, которая сегодня проходит в Кировской области и в целом Российской Федерации. Это явление, оно настораживает, я бы так сказал, общественность. Не только вот там витрины, допустим, кинотеатра «Колизея», а сейчас это имущество, которое, в общем-то, не работает, то его тоже грабят, и оно является государственным. Никто за это никакие ответственности не есть. Подождите, от картины-то не будем далеко уходить. А как вы вообще оцениваете эту шумиху вокруг Матильды, который... Это я считаю, это вентализм. И да, я думаю, что правоохранители тут разберутся. Это ихние вопросы, ихние задачи. Ну, вы просто ведь были, работали в Государственной Думе тоже, да? И именно вот от нынешнего созыва Госдумы Наталья Поклонская, вот основная такая, да, противница этого Матильда. Ее действия, ее поведение как оценивается? Ну, у каждого свое мнение, поэтому я действия ее поведения оцениваю. Это ее мнение и не более того. То, что она сегодня, как говорится, выражает негодованием по данному фильму, ну, значит, она смотрела, значит, она проанализировала... Но ты делаешь, что она не смотрела. Она его не посмотрела и критикует. Ну, тогда это огульная критика, с моей точки зрения. Надо ее посмотреть, надо хотя бы сюжеты фильма в титрах посмотреть, и тогда делать оценку. Хорошо, не будем на этом долго останавливаться. Тот, кто захочет, тот посмотрит. Безусловно. Тот, кто не желает, тот в кинотеатр не пойдет на эту картину. Сергей Мамаев, еще раз напомню, это ваше особое мнение. Наши слушатели тоже могут задавать вам вопросы с помощью специальной формы на сайте эхо-кирова.ру. Есть парачка вопросов, их чуть позже озвучу. Но хочу начать вот с какой темы, вернее, уже продолжить. Сегодня очередное пленарное заседание областного законодательного собрания. Вы буквально оттуда с пылу жару к нам пришли. И появляются уже новости о том, что первые законопроекты, которые обсуждались, они приняты. В первом чтении, вот, в частности, принят проект бюджета Кировской области на следующий год и плановый двухлетний период. Основная особенность от предыдущих проектов бюджета, это то, что у нас он будет профицитным. И это обязательное условие того, чтобы федеральный центр реструктуризировал долг Кировской области. Как вы голосовали сегодня за бюджет? Я голосовал против. Ведь не только этот вопрос сегодня. Бюджет два... Простите, удачу, вся фракция КПРФ? Вся фракция голосовала против данного бюджета. Но и сегодня еще и вносились поправки действующих бюджетов. И он, по сути дела, с моей точки зрения, он сегодня абсурдные поправки. Те, которые, в общем-то, внесли законодатели. Мы также голосовали против. Но, например, на увеличение заработной платы и на майские указы президента ничего не могли лучше придумать, как снять деньги из программы обеспечения детям-сиротам жильем. Там где-то порядка 66 миллионов неосвоенных средств в районах. Хотя рыночные цены, те, которые сегодня есть на территории Кировской области по квадратным метрам жилья, они как раз заложены именно в такие цены, которые сегодня на рынке жилья присутствуют. 56 миллионов дети-сироты без жилья останутся? Ну, якобы планируют на 2018 год данную программу продолжить. Но это государственная программа, ее нельзя сегодня вот таким вот образом срывать. Но сорвали часть районов, не освоив вот этих 66 миллионов рублей. Порядка 800 сегодня человек нуждаются, то есть имеется в виду дети-сироты, нуждаются, в общем-то, в жилье. Но до конца нуждаются, их не успели в этом году освоить, и эти 66 миллионов перебросили на майские указы. Да, но это идет на повышение заработной платы бюджетникам, по сути дела. Хотя это, ну, еще часть вопросов, там, допустим, программа Моногорода, тоже не освоение идет данной программы, тоже сняли деньги и на повышение заработной платы, то есть на майские указы президента. Вот, они должны исполняться, индексизация заработной платы, но это, с моей точки зрения, как мертвым припарком. А что значит не освоение средств? Ну, что значит, это значит... Больше не будет денег там каких-то? Нет, деньги выделены, но там есть... Или они придут все равно в следующем году? Нет, они могут и не прийти. Они могут не прийти по одной простой причине. Идет неосвоение этих средств с учетом того, что он отдал глава района, допустим, администрация района, объявление, что мы, как говорится, и конкурс проводим на приобретение жилья детям-сиротам. И дальше-то никаких мер не принимают. Вот вроде бы и дал, я постарался это сделать, но на самом деле ничего не выполнил. А строительства сегодня в районных центрах практически жилья нет. Оно с каждым годом, как шагринево кожа, так сказать, сжимается. И только частное жилье, которое, в общем-то, еще те люди, которые живут и имеют определенный достаток, в общем-то, и строят, и ремонтируют. Так что, получается, нужно требовать от местных руководителей... Безусловно. Но это исполнительная власть в лице правительства Кировской области. Это, конечно, грубейшее упущение сегодня. Но и те программы, которые работают, в общем-то, на территории Кировской области, приняты законодательным собранием, они должны быть подконтрольны исполнительной власти и регулярно, так сказать, на контроле эти вопросы вести. Но, к сожалению, этого нет. То, что касается сегодняшнего бюджета и его параметры, дефицит, то есть, вернее, профицитный бюджет, дефицит сейчас не делали, потому что на протяжении семи лет эта же «Единая Россия» нас убеждала в том, что нам надо сегодня делать дефицитные бюджеты, заимствовать средства для того, чтобы развивать Кировскую область. Я бы понимал, если бы развивали, развитие шло Кировской области, строились бы какие-то предприятия, так сказать, увеличивались рабочие места, тем самым налогооблагаемая база росла и, как говорится, шел оборот средств, и тем не менее не накопили бы такой долг огромный, и в то же время развитие Кировской области совершенно в другом формате было бы представлено. А сегодня полная стагнация. С моей точки зрения, это похоронный бюджет. Такого бюджета я давно не видел. Если взять, сравнить с бюджетом управления... Похоронность сейчас мало или что? А? В чем похоронность? А в чем похоронность? Потому что данный бюджет, он не развитие, он стагнации. Он сегодня нет тех параметров. По сути дела, этот бюджет с профицитом заложен искусственно для того, чтобы погасить нам хотя бы части долговых обязательств. Это требование федерального центра. Да, да. И реструктуризировать те долги, которые, в общем-то, накопили на протяжении последних восьми лет. Они огромные. Порядка 28 миллиардов рублей нам надо сегодня загасить. Бюджет, собственно, доходы в этом году 27 миллиардов. Но на следующий год в связи с инфляцией и с увеличением налогов, допустим, акцизы на 50 рублей поднимают. Там другие, так сказать, налоги, которые более собираемые, в общем-то, они поднимают и увеличивают. И в то же время доходная часть, как бы по прогнозу Минэкономразвития, увеличилась с 27 до 29 миллиардов рублей. Но все равно баланс, по сути дела, не дает нам возможности развиваться в Кировской области. То есть идет стагнация. Сергей Павлович, что получается? По вашему мнению, дефицитный бюджет? Плохо. Профицитный? Нет. Тоже неплохо. Тоже плохо. Нет. Профицитный бюджет, если бы были источники дополнительные. Но ведь Москва еще будет требовать от нас. Если мы претендуем на реструктуризацию, мы должны создавать новую. Но Москва требует. Это посыл еще президента. В законе этого еще не сказано. Если даже я такого закона еще не видел. Хотя посыл президента был. Может быть указан на это, но это еще только на уровне обсуждения. Ну, анонсировалось то ли до 1 января, то ли до 1 февраля. Должен закон быть внесен, так сказать, в Государственную Думу, потому что триллионы рублей сегодня, в общем-то, долговых обязательств в регионах имеют место быть. Но не так выражено, как в Кировской области. И, тем не менее, мы в двадцатку самых беднейших регионов Кировской области, то есть, вернее, Кировская область, хватит Российской Федерации. А с учетом потенциала Кировской области, это, естественно, должно быть и выглядеть совершенно по-другому. Спикер ОЗС, дважды, по-моему, в нашей студии, Владимир Быков, говорил о том, что то, что область живет в долг, тут ничего страшного нет. Так многие семьи живут. Так многие семьи делают. Нужно просто привыкнуть. Так нет, пусть он заглянет, так сказать, в статистику и посмотрит, сколько у нас суицидов именно по этим вопросам сегодня на территории Кировской области. Ведь почему я так говорю, потому что и не согласен с этим бюджетом. Ну, посмотрите, за этот год, как говорится, 17-й, у нас на миллиард рублей сократились инвестиции. На миллиард рублей, представляете? Это значит, идет стагнация полная, так сказать, экономики Кировской области. Во-первых. Во-вторых, ведь никто не дал цифру сегодня, сколько предприятий находится в банкротном состоянии. И какие новые предприятия, коммерческие, так сказать, некоммерческие, государственные, сегодня появились на территории Кировской области и запланированы в будущем году. Что вам мешает запросить эту информацию? Нет, ну, я имею в виду, они сегодня, когда бюджет составляют, они эти цифры должны учитывать. Я это имею в виду. Ну, давайте я вам пример приведу. Если в прошлом году тот же Эликон давал определенные, так сказать, деньги. Мурагина, да? Да, Мурагина. А сегодня где этот Эликон? Он исчез, просто уже этого нет предприятия. Вчера буквально был на Срижевском силикатном заводе. Там тоже, это третий уже, по сути дела, банкротство данного предприятия. И правительство Кировской области, если бы люди не приехали на прием, то это бы предприятие тоже самое, оно уже на уровне похорон, я бы так сказал. Приехали к вам. Да, приехали мы, вчера провели... Да, я хотел чуть позже о вас об этом спросить. Это мы ниже с вами об этом поговорим, если это будет необходимо. А я имею в виду то, что сегодня, да, сегодня предприятия, которые вновь образованы, если бы они сказали и сбалансировали этот бюджет и перспективу развития заложили, закладывали перспективу развития тогда, когда делали дефицитный бюджет. По этой перспективе была сделана программа развития Кировской области до 2020 года. Никто в нее не заглядывал тогда, когда формировался годовой бюджет вот на протяжении этих последних семи лет. И развить это никакого не было, просто было вороство, вороство, разграбление Кировской области. Небольшую паузу нужно сделать, я понимаю, что вопросы бюджета вас очень задевают, и мы можем проговорить... Это основной закон, который жизнедеятельности на территории той или иной региона. Вы, я имею в виду фракции, КПРФ в очередной раз высказал свои отношения к бюджету, проголосовав против традиционного. Ну, почему традиционно? Так много лет уже происходит. А? Так много лет уже, по-моему. Много лет, но потому что бюджет-то не развитие, мы не можем за него голосовать. Если мы будем голосовать, и мы видим каждый год, как сегодня сокращается жизнь на территории Кировской области. Ну, у нас сегодня за год рождаемость упала на 16%. Об этом тоже чуть позже поговорим. Да, а смертность выросла аж к рождаемости на 49%. Мы задолжим после небольшой поры задач. Это особое мнение Сергея Мамаева, руководителя фракции КПРФ в областном законодательном собрании первого секретаря Кировского обкома КПРФ. Ну, давайте пройдемся по рождаемости. Да, действительно, появились цифры Кировстата накануне на 16,6% у нас. В этом году рождаемость упала по сравнению с 9 месяцев нашего года. А смертность на 49% выросла. У нас, мы идем впереди планеты всей, на Фриволском федеральном округе по смертности первые на 25,8%. И как мы можем, а это говорит о том, что бюджет сегодня, вот это основной закон жизнедеятельности, где должны лечить, где должны учить, где должны, так сказать, балансировать тарифы жизни, так сказать, людей обустраивать и так далее. Это основной закон жизнедеятельности на территории нашего региона. Если он сегодня худой и, как говорится, не позволяет развиваться территории, и не позволяет сегодня, так сказать, лечить, учить и так далее, то мы и видим те цифры, которые статистики, они подтверждают сегодня наши, по сути дела, наше мнение, наши действия, те, которые мы стараемся, так сказать, как депутаты, в общем-то, доказать этому большинству кнопкодавов, которые, в общем-то, сидят в законодательном собрании. И называется ихняя партия «Единая Россия», а в купе еще и с ЛДПР. Ваше предложение, как быстро, быстро, максимально, эффективно увеличить доходы нашего региона? Наши предложения мы сформулировали и, как говорится, передадим буквально второму чтению, потому что их надо тоже рассчитать, надо, так сказать, поправить и надо согласовать с научным сообществом и так далее. И специалистами, те, которые, в общем-то, не понаслышке знают эту тему. Поэтому наше предложение, ну, например, сегодня должна быть обязана, а не сделать, чтобы развивать район и государственную поддержку, допустим, такому направлению, как пассажирское транспортное сообщение. Вот, а мы сейчас его не датируем. И, по сути дела, стагнация в этом направлении огромная идет. Люди испытывают огромное безденежье, а сегодня услуг по транспорту, по пассажирским перевозкам практически бюджет не оказывают. То есть, брошены на произвол. Второе. Давайте мы им предлагаем. Давайте мы государственную маленькую поддержку сделаем, так сказать, сегодня такому направлению нашей с вами жизни. Это как есть у нас система потреб кооперации. Почему мы эту систему, по сути дела, выталкиваем с рынка сегодня? Того конкурента, который, в общем-то, сами же его создали, эти правители. Но надо дать государственную поддержку. Ведь дело в том, что будет еще больший выезд и, так сказать, цифры статистики негативно в следующем году, с моей точки зрения, увеличится. Если сегодня исчезает магазин в деревне, а там, где люди всю жизнь отдали, в общем-то, это не просто деревни, а государству и обществу. И они сегодня не обслуживаются элементарными продуктами питания. То есть, они выезжают, бросают. Массовый выезд начался. Это сгон с территории. Во-первых. Во-вторых, как сегодня коммерческие структуры оказывают определенные, я бы так сказал, услуги. Но они никогда не пойдут в эти деревни, потому что они убыточны. А это все-таки общественная, так сказать, организация, которая, в общем-то, собирает консолидированные средства и смотрит. Да, все магазины в сельской местности в большинстве своем убыточные. Но ведь они их содержат. Они их содержат, по сути дела, и дают услуги. Поэтому, если нет помощи сегодня ни из бюджета, ни от исполнительной власти районов и, как говорится, области, то, естественно, данная структура начинает разлагаться. То есть, она не может сегодня дальше продолжать работать в этой конкурентной среде, которая, в общем-то, сегодня появилась. По одной простой причине. Никто, и, допустим, пойдет магнит или пятерочка сегодня в деревню, где проживают, к примеру, это самое, 120 человек, 300 человек. Никто не пойдет. Поэтому надо нам поддерживать эти вопросы. Второй момент. Ведь не закладываем в бюджете, в данном бюджете, ремонты школ, особенно на селе. Нет. Что мониторинг не проведенный. Проведенный мониторинг. Почему же мы сегодня приоритетность-то не делаем в бюджете? На селе в больших селах, в агломерациях или в маленьких? И в маленьких. Где-то 20-30 учеников. Многие там школы уже объединить собираются. Ну, объединить собираются. Это тоже надо сегодня посмотреть. Ведь школьный автобус запустили. Сегодня уже износ этих школьных автобусов практически подошел к ГОСТу. То есть, 8 лет, и надо его списывать. Нельзя перевозить, так сказать, людей. Но ведь закупки транспорта, так сказать, транспорта на эти цели тоже, они ограничены в данном, я бы так сказал, данном бюджете. Ну, и многие параметры. Давайте возьмем дороги. Ну, что же вы делаете? Если сегодня в Никуда, например, в Немском районе, и еще, не помню сейчас, в одном из районов, деньги выделили, так сказать, на дороги. И дороги эти сделали, там правильно, они, это самое, эти дороги сделали, но там никто не проживает. Давайте поясним, дорога какого значения? Местного, муниципального или там? Ну, они... Между населенными пунктами, внутри района или... Внутри районные. Внутри районные. То есть, да, вот это самое, от основной трассы до деревни, в которой никто уже не живет, просто дома стоят, и эти дороги делают. А деньги федеральные? А эти деньги, почему они с нашего, это сказать, фонда дорожного? Местного. Да, конечно. И федеральные, это самое, частично, так сказать, есть, они ведь, это там софинансирование, а фонд, по сути... В следующий этап, видимо, будут людей туда завозить, завозить, дорогу сделали. Ну, вот мы 10 лет, предлагаю, допустим, вы же посмотрите инфраструктуру. Вы посмотрите, сегодня 2 района вообще не имеют, это самое, дорожного сообщения с региональным центром. Это под Осиновец и Луза, правильно? Туда выделялись огромные деньги, выделялись. Но начали вроде бы строить эту дорогу, а потом ее, по сути дела, бросили. Но это вина Белых, потому что он сначала пригласил пермскую фирму, потом, так сказать, московскую, а потом вообще отказался от строительства. Потому что, видимо, то ли откаты были слабенькие, то ли это самое, непонятно. Второй момент... А Белых, это что вы сейчас спрашиваете? Мы все прекрасно знаем, в какой ситуации он находится. Спрашивать не... спросит его проохранителя, я с вами согласен. Но дело в том, что сегодня эти же люди, которые формируют бюджет, они работают в исполнительных органах власти. В законодательном. Тот же, допустим, Владимир Гаврилович, 7 лет, больше 7 лет... В общем-то, возглавляют комитет бюджетный. И все, говорит, у нас замечательный бюджет. И все нам предлагают его принимать. Когда вносим поправки, ведь исполнительная власть формирует бюджет. А почему же вы сегодня, законодатели, я прямо на пленарном заседании сегодня сказал, все предложения и запросы по бюджету депутатов, ни одно предложение и запрос не принят. Чего же вы ходите и создаете рабочие комиссии, и идете, просите губернатора. Мы же с вами формируем бюджет. Тишина в квартире. Я говорю, вам же давали люди наказы. Вы работаете по этим. Давайте будем работать по этим наказам. Исполнительные власти будем ставить задачу, а потом контролировать. У нас контрольные функции никто не отнимал. У нас единственная функция, это функция контроля сегодня. У вас широкие полномочия, я соглашусь. Да. Поэтому их надо сегодня применять. Ну вот я начал говорить по дорожным фондам. Например, я уже, как говорится, замаялся, предложение делать по дороге 5 километров 200 метров. Всего-то надо сделать. Там даже дамба. Эта дорога сегодня Шаваржакит-Арьял в советском районе. Советский. Да. На 50 километров сегодня расстояние между городом Кировом и столицей республики Мариэл и Шкарулой сокращается. Это самая прямая дорога из тех дорог, которые сегодня на территории Кировской области есть. Там не надо мостовых переходов. Там уже дамба, которую надо, конечно, сейчас рекультивировать. Там уже береза, у меня она заросла. Вот. И не хотят. Хотя Белых принял это предложение и запланировал в 2018 году. Я сегодня обращаюсь. Вы видите, что за что-то можно было их похвалять. Нет, его есть за что хвалить. Есть некоторые, так сказать, моменты. Первый его трехлеткий, он неплохо работал. И я его хвалил, помните, и на ваших передачах. Был дел, да, да. Да, и поддерживал его. Но когда начал заниматься коррупционной составляющей, когда начались посадки его, так сказать, друзей, которых он выписал Московского пермским обозом сюда. Поэтому мы с вами помним, сколько было посажено. Порядка 26 человек, правильно? Так же и у этого временного, который пришел, и первый состав правительства, который временно исполнял обязанности, практически уже тех-то лиц я не вижу. Так, к этому чуть позже вернемся, Сергей Павлович. Давайте по бюджету вы еще скажете. До 7 ноября будут приниматься поправки. Проект принят в первом чтении бюджета. Будут от поправки? Я думаю, не до 7 ноября. Они обязаны принимать поправки, которые находятся на протяжении именно межсессионного периода. То есть в течение месяца? Да, в течение месяца. Будут поправки от вас? Безусловно. Вы пока сформулировать не можете? Безусловно. Ну, я же вам сказал. А, ну вот все, что вы сейчас говорили, да. Что вы из этого будете брать? Да. А почему сегодня не пересмотреть программы по сельскому хозяйству? О, давайте после рекламы об этом. Давайте. Давайте. Ну что, поскакали дальше. Очень уверенно мы тут идем. Сергей Мамоевым, руководителем фракции КПРФ в областном законсобрании, первым секретарем Кировского обкома КПРФ. Давайте все-таки сосредоточимся сейчас в ненасильственном хозяйстве. Если успеем, к нему вернемся. Ну, просто вопросы посыпались вам, Сергей Павлович, на нашем сайте, kirovo.ru. Вот смотрите, спрашивает вас про дольщиков. Каковы перспективы конкретно Слободы Новая Сергеева? Когда посадят Лагунова? Это директор фирмы, застройщиков. Вот конкретно по-новому Сергееву люди интересуются. Нет, люди правильные вопросы задают. Сегодня повторюсь, что не приняли. Да, мы сегодня приняли закон, как говорится, по достройке этих объектов, которые, в общем-то, мошенническим способом, вот таким образом, так сказать, состоялись. Это не обманутые дольщики. Это сегодня и виновата городская власть в первую очередь. Тогда, когда человек приходит и начинает строительство, они выделяют земельный участок и так далее. Ты сначала, так сказать, построй, а потом уже второй, как говорится, объект начинаешь. Поэтому деньги, да, по сути дела, на несколько объектов распределили, да плюс еще и, я не исключаю, что откаты были соответствующие за то, чтобы получить земельный участок, за то, чтобы, так сказать, подключить, подключиться к сетям и так далее. Поэтому сегодня этот вопрос коррупционный. И он касается... Людям-то что делать? Что людям делать? А людям что делать? Мы сегодня закон приняли. Я думаю, что... У него положительного удобрения. Безусловно. И те поправки, которые, в общем-то, мы сегодня принимали, они тоже все приняты. Вот. Поэтому людям что? Людям сейчас только приходится и остается ждать. И, естественно, напоминать о себе. Каким образом? Это, так сказать, пикеты, это митинги, это не запрещено сегодня выражение. Согласно нашей Конституции, так сказать, свобода слова не запрещена. 31-я статья. Да, статья 3-я Конституции Российской Федерации. Поэтому основным-то источником власти является народ. А эти люди, мошенники, те, которые на них практически на всех возбуждены уголовные дела. Я думаю, что правоохранительные разберутся, но я еще раз подчеркиваю, почему появились обманутые дольщики. Они появились вот именно за бесконтрольность исполнительной власти в лице того же главы города, того же главы администрации в первую очередь. Потому что, ну, на эти вопросы надо обращать особое внимание. У него уже бывших главы. Ну, бывших, а не не бывших, пересели в другие кресла. Тот же Владимир Быков, рецепт, сегодня представлен законодательное собрание. Ведь при нем эти вопросы, так сказать, возникли. Тогда, когда первый раз обманутых дольщиков, так сказать, мы, и законодатели федеральные, в общем-то, ну, как сказать, приняли закон и данную проблему снивелировали. Не только ведь на территории города Кирова, во многих субъектах Российской Федерации такие, в общем-то, схемы были сделаны. Имеется в виду вот то, что так называемые обманутые дольщики. В общем, что советуем дольщикам? Не проглотывать это все? Безусловно. Заявлять о своих правах? Ну, и мы со своей стороны на постоянном контроле эти вопросы держим. Да. У нас есть взаимодействие с общественной организацией обманутых дольщиков. Ну, и простые люди просто приходят, принимаем и берем на личный контроль и на контроль партийный данные вопросы. И будем дальше это продолжать. Положительно оцениваете принятый сегодня во втором чтении закон и надеетесь, что будет работать. Да, на него тоже не стоит, так сказать, сильно обольщаться по данному закону. Мы посмотрим, как он будет работать. То есть, когда уже в действии. Да, да, да. Посмотрим. Хорошо. Следующий слушатель интересуется у вас. Подписался как просто Киров. На днях Игорь Васильев сравнил налогоплательщиков со щипанными курицами. Я, ну, это уже такая одна из самых обсуждаемых фраз в последнее время. Умение собирать налоги – это умение общипать курицу, чтобы она кричала, но не умерла, сказал Игорь Васильев в интервью «Комсомольской правде». Я чуть позже приведу целиком эту цитату и хочу с вами немножко поспорить, но вот, ну, все-таки, вот слушатель интересуется у вас. Что вы думаете по этому поводу? По поводу сказанного? По поводу сказанного, ну, это циничное заявление сегодня Игоря Васильева, но его можно по-разному сегодня интерпретировать. Ну, как бы ты его интерпретируешь? Ну, я его интерпретирую так, что сегодня надо налоги, так сказать, собирать с коммерсантов, чтобы они не умирали, по полной программе их общипывать, но в то же время, как говорится, чтобы они жили. Как можно сегодня общипать курицу, она будет жить? Она даже не выживет, потому что не может курица без перьев сегодня жить, правильно? Да, без перьева покрова. Поэтому это, с моей точки зрения, определенное, так сказать, такое садистское выражение и такая садистская фраза по отношению ко всем налогоплательщикам, в том числе и простым людям. То есть мы курицы, как говорится, туземские сегодня, и нас будут ощипывать живыми, чтобы мы кричали на митингах, там, так сказать, на пикетах, дома на кухне, но не умирали. Ну как можно сегодня высокопоставленному лицу на территории Кировской области делать такие фразы, заявления? Нельзя было произносить такое. Нельзя было произносить такое. Безусловно. Нельзя так это самое. Мне сегодня понятна его политика в отношении, как говорится, всех налогоплательщиков на территории Кировской области. Я уже не буду повторяться. Я это объяснил вам. Сергей Павлинович, это, конечно, ваше особое мнение, но мне кажется, что эта фраза выдернут все-таки несколько из контекста, потому что в интервью комсомолке звучит это следующим образом. Правило должно быть одно. Российские законы, социальные программы, пополнение бюджета, умение собирать налоги, это умение общипать курицу, чтобы она кричала, но не умерла. Наша задача привлекать инвестиции в регионы, создавать условия, равные для всех. Вот на мой взгляд, Сергей Павлинович, он говорит, что, он в целом говорит о системе сбора налогов, о фискальной системе, что вот она такая, ну да, он как-то вот иронизирует, но он как-то вот жестко и жестоко по отношению курицу. Нет, но инеризирует это самое, вы говорите, нет, я не согласен, я читал эту статью, и вы, по сути дела, этот абзац зачитали, вот именно это не из контекста, это именно та фраза, которая подчеркивает сегодня всю налоговую политику со стороны исполнительной власти. В целом по России? Нет, в целом по области. Да, он не может сегодня говорить в целом за Россию, так как он не министр федерального правительства, он сегодня губернатор, он говорит за территорию под названием Кировская область. Вот, и выражение то, которое он сделал, конечно, надо цедить, прежде чем сравнение делать со щипанной курицей, но на самом-то деле у нас сегодня, по сути дела, и ситуация такая, что уже коммерческие структуры и, так сказать, не коммерческие структуры, они просто, напросто, как говорится, визжат от налогообложения, и, как говорится, многие уже прекратили свой бизнес, и многие сбежали с территории Кировской области в другие регионы Российской Федерации. И он продолжает политику, вот о чем я предупреждал, еще будучи после его послания в своем выступлении. А вот вернулись к этому требованию Федерального Центра по поводу реструктуризации, мы должны увеличивать сбор налогов-то, а от нас налогоплательщики бегут, объективно они должны снижаться эти поступления, как эти ситуации. Так вы понимаете, увеличивать сбор налогов, вы правильно говорите. Увеличивать тех, кто остается, по каким-либо причинам, не хочет отсюда... Но ведь в сегодняшнем бюджете, к которому мы возвращаемся, даже не предусмотрены налоги на льготы, не предусмотрены. Это впервые. Льготы? Льготы, льготные налогообложения, допустим, то или иного предприятия на развитие, понимаете? По отзывам каким-то... Да, но ведь о чем вы говорите, так должно быть сегодня перспективы развития, а ее нет. И сегодня приоритеты должны быть определены в том же законе о бюджете, в том же законе, так сказать, о промышленной политике и так далее, на территории Кировской области. А если сегодня ничего, так сказать, не строится, ну, к примеру, мы за последние 20 лет ничего не построили. Мы тысячи, не мы, а они, тут надо быть правильным. В России и в области. В области и в России. Как говорится, тысячи предприятий исчезли с лица земли. Откуда будем брать налоги? Откуда будет, так сказать, налогооблагаемая база? И откуда будем мы, как говорится, развивать Кировскую область? Если мы все, так сказать, продали, ни один хороший хозяин этого не сделает. Чтобы вот то, что, как говорится, приносит доход, он не продает. А у нас наоборот продают. Понимаете? Бюджету приносит доход, потом продают, и этот доход исчезает. И многие предприятия, так сказать, схоронили. Ну, вот мы сейчас книгу «Единая Россия» делаем. Еще одну книгу? Да, черная страница. И вот именно, начиная с 90-х годов и заканчивая сегодняшним днем, сколько же на территории Кировской области, так сказать, статистика, она вещь упрямая. А она не показывает эти закрытые цифры. Мы в разрезе всей области, так сказать, сделали определенный анализ с нашими первыми секретарями. Ну, и, как говорится, с партийными организациями. Сколько? Когда ожидать книжку? Ну, я думаю, что мы в ноябре месяце уже, она будет готова. О, хорошо, вы ноябрь упомянули. Кстати, минута у нас остается, Сергей Павлиныч, и я хотел задать этот вопрос и от слушателя, тоже на сайте. Есть столетие, октября грядет, Великого написал гость. Как-то по-особому будет праздноваться у нас? Ладно, минута буквально. Ну, минута, за минуту много не скажешь. Да, столетие – это эпохальная дата, которую будем отмечать мы на территории Кировской области. Как? Это будут у нас торжественные собрания. Будут различные мероприятия, которые, в общем-то, в планах у каждого секретаря есть. Есть и распоряжение президента Российской Федерации по празднованию данной даты. Это эпохальная дата. Центральный комитет. К нам заявилось, по сути дела, Палмира. Палмира приедет в Питер, это с первого по четвертого будут, в общем-то, проходить мероприятия с иностранными делегациями. И что добавить? Безусловно. Я приглашен от каждой территории, так сказать, с учетом финансовых возможностей, те, которые у нас скудны, по одному человеку. Поэтому все первые секретари региональных отделений будут там на этих мероприятиях. А у нас в городе что можно будет? У нас в городе будет митинг, митинг будет, демонстрация будет, все как обычно, но дело в том, что будет торжественно в Дворце молодежи, торжественное мероприятие и концерт будет. И пользуясь случаем, так как у нас время ограничено, я всех жителей Кировской области поздравляю с замечательным праздником, с эпохальным праздником, столетиям Великой Октябрьской социалистической революции. Желаю всем здоровья, крепкого процветания нашей малой Родине, ну и не быть безразличными, вставать в наши ряды и, как говорится, поднимать то, чего мы сегодня утратили. Спасибо. Завершается на этом особое мнение Сергея Мамаева. Время наше истекло. Спасибо, всего доброго. Вам спасибо. Всего самого доброго. Спасибо.